Человек, будучи обреченным на свободу, несет весь груз мира на своих плечах. Он ответственен за мир и за самого себя в качестве способа бытия. Эта абсолютная ответственность не есть, впрочем, принятие. Она просто логическое требование следствий нашей свободы. Жан-Поль Сартр. Бытие и ничто. Часть 4. Глава 1. Пункт 3. Философы. Жан-Поль Сартр. Жан-Поль Сартр. Жан-Поль Сартр родился в Париже в 1905 году. Когда ему было два года, умер отец, и мальчика вырастили мать и дедушка по материнской линии. Жан-Поль посещал несколько школ, но завершил начальное образование, занимаясь с частными педагогами. А затем был зачислен в высшую нормальную школу в Париже. Томас Абрахам. Его родственники по материнской линии носили фамилию Швейцер. И это действительно интересный факт, потому что Альберт Швейцер – один из нобелевских лауреатов. Он был протестантским священником, доктором и музыкантом. Некоторое время жил в Африке и был широко известен, благодаря своим идеям и литературным трудам. Итак, Сартр вырос в семействе швейцеров. Он был единственным ребенком в семье. В своей вымышленной автобиографии «Слова» он пишет о том, что его все очень любили и баловали. И мать, и дед. Известно, что его дед был очень уважаемым человеком. В начальной и средней школе мальчик выглядел как настоящий ангелочек. С кудрями. Позднее он прославился своей непривлекательностью. В детстве Сартр был центром внимания родных. Как он вспоминал в более поздние годы, писательский труд и литературный язык в его семье считались чем-то очень престижным, даже миссионерским. Карлос Бербелья. Сартр был знаком с учением французского философа Декарта «Фундаментально». Он быстро ознакомился с достижениями современной европейской философской мысли. И когда у него появился шанс поехать в Берлин для изучения феноменологии, он узнал основные идеи и концепцию уже довольно популярного философа Мартина Хайдеггера. Томас Абрахам. Сартр хотел все уяснить. На данном этапе, проходя стажировку в Германии, Сартр активно изучает вопросы сознания и вопрос интенциональности, то есть феноменологию. Знакомство с этим философским течением подвигло его написать серию текстов. Некоторые короткие, другие, как, например, воображение, длиннее. Здесь Сартр использует все прочитанные книги и поднимает вопросы, так или иначе связанные с сознанием. Карлос Бербелья. Феноменология, как философское течение, была очень популярна в то время и остается таковой до сих пор. Совершенно очевидно, что феноменология, экзистенциализм, как доктрина, феноменология, как метод, экзистенциализм, как доктрина и появившийся впоследствии после окончания Второй мировой войны марксизм, явились основным источником, из которого позднее сформировалась собственная система Сартра во всей своей широте и трансцендентальности. Вернувшись в Париж в 1929-м, Сартр знакомится с Симоне де Бувуар, которая становится его лучшим другом. Сартр посвящает себя преподаванию философии. Между 1935-м и 1936-м годами он пишет «Трансцендентальность эго и воображение». Эти книги знаменуют собой начало первого периода. Карлос Бербелия. В работах Сартра можно проследить несколько периодов. На протяжении первого периода, который длился с 1935-го примерно по 1943-1944 год, появляются такие фундаментальные работы, как «Бытие и ничто» и эскиз теории эмоций. В этом произведении и появившемся немного позднее воображении, а также в текстах, касающихся Бодлера, появляется то, что он называет «трансцендентное эго». Трансцендентное эго – это эго, которое выдвигается вперед как основа всего мира и отражения мира, появляющиеся в эго. Эго – как фундаментальный центр мира, который сфокусирован в настоящем. Это важно. В 1939-м он публикует сборник новелл «Стена» и философское эссе, принадлежащее к течению феноменологии «Эскиз теории эмоций». Карлос Бербелия. Сартр показал, что эмоции периферийны. Это значит, что они не формируются в так называемом «внутреннем бытие человека», но приходят извне. С другой стороны, они являются своеобразным результатом жизненного опыта. Жизненный опыт, о котором Сартр пишет в трактате «Эскиз теории эмоций», имеет решающее значение, так как в других работах этого десятилетия «Бытие и ничто» и даже в романе «Тошнота», предшествовавшем ей, Сартр продолжает настаивать на взаимосвязи между миром и эго. Томас Абрахам. Роман «Тошнота» интересен. Это мир личности, которое, я интерпретирую это именно так, не может наладить контакт с окружающими. Личность, страдающая фобией, в которой сложно войти в контакт. Герой наблюдает, как все проходит мимо, и воспринимает это с дистанции. Из-за этой самой дистанции объекты, которые он воспринимает, приобретают причудливые формы, текстуру, образы. И это не является галлюцинацией. Просто вещи теряют свой общепринятый смысл. Что происходит, когда что-либо теряет свой смысл? Какова сущность вещей? Они теряют всякий смысл. А когда это происходит, они приобретают странную консистенцию, облик. Этот роман стоит прочитать. Харатсо Хансалес. «Тошнота» — это драма и история недостижимого знания, драма Рокантена. Он говорит о знании смысла, которое мы можем найти в словаре, и в этой полной страдании жизни воплощает знания неизвестным методом. Познание вызывает тошноту. Это цена. Цена знания, цена контактирования с вещами. Карлос Бербелия. Все дело заключается в том, что Рокантен, главное действующее лицо романа, не имеет прошлого. Очевидно, роман раскрывает мысль о том, что люди — это только настоящее. Только настоящее. И, как максимум, они нацелены в будущее. Но прошлое, которое мы обычно считаем основополагающим, в этом романе и в трактате «Бытие и ничто» начинает представляться чем-то отсутствующим, как нечто, чего ранее не существовало, и что строится на основе настоящего. Когда началась Вторая мировая война, Сартр работал на метеорологической станции в Нанте. В июне 1940-го он попал в плен и оказался в Германии. Карлос Бербелия. С 1940-го по 1941-й год он находился в плену в Германии. Но даже в концентрационном лагере, где он находился, Сартр никогда не прекращал давать совершенно необычные, хотя и нерегулярные уроки по философии. Он пробыл в плену недолго, меньше года. Да, не больше. В концентрационном лагере Сартр прочитал книгу Мартина Хайдеггера «Бытие и время». На основе сделанных заметок он написал «Бытие и ничто», работу, положившую начало второму периоду. Томас Абрахам. Сартр написал эту книгу во время Второй мировой войны до 1940-го года в условиях, вызванных немецкой оккупацией. И трактат «Бытие и ничто» было опубликовано только в 1943-м году. Здесь он разрабатывает несколько ключевых концепций, которые составили ядро и впоследствии легли в основу экзистенциональной философии или философии Сартра. Здесь уже нет интенционального сознания, как в более ранних работах. Здесь затрагивается сфера психологии, проблема свободы и проблема ответственности, проблема смерти, проблема восприятия нас окружающими и так далее. Все эти концепции впоследствии Сартра использовал в своих драмах и театральных пьесах. Его персонажи и сюжетная линия этих пьес демонстрируют нам в жизненных ситуациях, различных обстоятельствах философскую концепцию, созданную в «Бытие и ничто». «Бытие и ничто», презентовавшее новое философское течение, названное экзистенциализмом. Это критический и грубый диалог с философскими традициями. Для Сартра главным в человеческом бытие была свобода. Сознание не является объектом, данным раз и навсегда. Оно спонтанно, изменчиво и свободно. Не существует единой человеческой сущности, общей для всех. Существование каждого из нас зависит от нашей свободы, позволяющей действовать различно в жизненных ситуациях и определяющей наше бытие. Это и есть значение знаменитой фразы Сартра «В людях существование предшествует сущности». Томас Абрахам, любой довод, хотя и считается, что наш выбор может быть оправдан, чем-то внешним, существующим вне нас и навязанным нам это проявление недобросовестности. Недобросовестность мы пытаемся оправдать, бросая мяч вовне, оправдывая наши собственные решения решениями других людей. Но это наше решение, и следствием свободы является чувство ответственности. Говоря словами Сартра, мы обречены быть свободными. Мы не можем отказаться. Философы Жан-Поль Сартра «Люди создают себя. Их бытие не предопределено. Кем станет любой из нас зависит от его выбора. Свобода принадлежит к структурным сознаниям. По этому поводу Сартра говорит, мы обречены быть свободными. Мы не можем избежать выбора. И поэтому не защищены от неудач. Томас Абрахам. Согласно Сартру, мы существуем для себя. Но не существуем в себе. Сущность, заключенная сама в себе, безукоризненно и замкнута. Она напоминает шар. Но бытие для себя. Слово «для» главное. Мы связаны сами с собой. Машина не может быть связана со своим бытием. Она существует для водителя. Период. Но мы связаны с собой. И взаимосвязь, которая у нас существует с самими собой, это движение сознания и движение свободы. И это ничем не может быть заменено. Это нельзя заменить классовой борьбой. Нельзя подменить образом отца или образом подсознательного. Нельзя заменить ничем. Мы безнадежно потерялись в попытке изучить субстанцию. Но мы не субстанция. Мы индивидуалы. Разделенные индивидуалы. Карлос Бербелье. Очень важно понять окончание труда, бытие и ничто. Люди напрасно переживают о том, что им недоступна трансценденция, что у них нет прошлого, что они живут только в настоящем, а их будущее туманно и неопределенно. Люди чувствуют себя беззащитными и оставленными на произвол судьбы, брошенными. образ брошенности очень часто используются экзистенциалистами. Бытие и ничто принесло Сартру всемирную известность. После окончания войны он оставил преподавание, решив полностью посвятить себя литературной деятельности. Это решение было нетрудно принять благодаря успеху трех романов Сартра, которые вышли под общим заглавием «Дороги свободы». После этого он написал много статей на разные темы и довольно много театральных пьес, в числе которых «Мухи» и «Грязными руками». Карлос Бербелья. В его пьесах отражено то, что можно назвать болезнью современного общества. В этом отношении одной из самых важных является пьеса неоднократно ставившаяся по всему миру, в том числе и в Аргентине. Это «Мухи». В ней изложена переделанная и переосмысленная трагедия Фив, напоминающая зрителям о трагедии европейских городов, которые были разрушены во время Второй мировой. В этом смысле Жан-Поль Сартра принимает смерть Бога. Он утверждает, что мир, в котором мы живем, пуст, что это мир с отсутствием трансцендентного. Мир, где человек не имеет никакой трансцендентной ответственности, за исключением ответственности перед современниками. И это отсутствие трансцендентного может быть восполнено только личной ответственностью перед самим собой и другими людьми. Харатсо Гонсалес. Пьеса «Грязными руками» восхитительна. Это история, которую создали и латиноамериканские политики тоже. Вымышленная ситуация, в которой кто-то должен убить лидера оппозиционной политической партии, его убивают ради блага одной из ячей к этой же партии, оппозиционной общему альянсу. Со временем эта партия приходит к власти, но человек, убивший лидера оппонентов, оказывается в тюрьме. По возвращении он обнаруживает, что его бывшие товарищи мыслят и действуют точно так же, как действовал убитый лидер, знаменитый Гёдерер. Гуго, персонаж, оказывавший влияние на людей вплоть до 60-х, оказывается наедине с убийством. Таким образом, преступление окрашивается этим горьким ощущением произвола. Он думает об элементах греческой трагедии в отношении политического наносного сознания, которое парадоксально, которое имеет много систем ценностей одновременно. При том, что ни одна из них не отличается подлинностью и рациональностью. Такова жизнь. В 1945 Сартер выступает на знаменитой конференции «Экзистенциализм — это гуманизм», где доказывает ценность исторических обязательств. «Только имея в виду радикальные обязательства, сказал он, мы можем по-прежнему говорить о гуманизме». И эта потребность в обязательстве знаменует начало третьего периода, в котором Сартер приблизился к марксизму, но не к сталинизму. Карлос Бербелье, если конкретнее, гуманизм — это идея человека, который один, человека, который связан лишь с самим собой и только перед самим собой несет ответственность. Примерно с 1950 года Сартер изменяет радикально свою философскую систему. И хотя он всегда был близок к марксизму, потому что прекрасно понимал, что марксизм это тоже философия освобождения, в третьем периоде творчества он приходит к выводу, что марксизм единственный выбор, который приведет человечество к свободе. Итак, Сартер начал обдумывать работы, предшествующие основному труду этого периода, опубликованному несколько позднее, «Критики диалектического разума». Как я уже сказал, он начал обдумывать эти предварительные работы, содержание которых было связано с его буржуазным прошлым. Прошлым, которое он сам отвергал, пытаясь представить, что это всего лишь прошлое. Томас Абрахам. Марксизм – это философия, которую Сартер интерпретировал наилучшим образом, рассматривая исторические процессы с научной точки зрения. Как я могу стать частью марксизма, частью этой философской системы, но в то же время остаться в рамках философии индивидуальности и свободы. Не надо брать марксистский аппарат. Не надо затрагивать бюрократию, где используются различные числа. Возьмите свободу и социализм. В течение многих лет Сартер пытался объединить все это вплоть до появления в 1960 году его книги «Критика диалектического разума», где можно увидеть, как ему удалось скомбинировать философию свободы с марксизмом и историей. И это появилось в его невероятной книге «Критика диалектического разума», во время написания которой, согласно заявлениям самого Сартера, он принимал до 20 амфетаминов в день. Это маловероятно, потому что иначе уже через неделю у него случился бы сердечный приступ. Харатсо Гонсалес, я всегда с удовольствием вспоминаю пролог «Критики диалектического разума», он называется «В поисках метода», где критикуется схематика левых, критикуется то, что они говорят фундаментальные, но абстрактные вещи. Этот пролог до начала 60-х годов, когда появилась книга Фенона «Несчастный на земле», оставался одним из самых интересных фрагментов. Здесь Сартер затрагивает идею насилия, но только на базисе своей философии, философии бытия, с целью раскрыть сущность состояния свободы. В 1964-м шведская академия присудила Сартру Нобелевскую премию, но он отказался, считая ее буржуазной наградой. С другой стороны, Сартр принял участие в знаменитом трибунале Рассела, разоблачавшем военные преступления американцев в Корее и Вьетнаме. Харатсо Гонсалес, два наиболее ярких поступка Сартра данного периода это отказ от Нобелевской премии и участие в политических акциях. Его видели продававшим Народное дело, марксистский журнал, и прохожие, которым он предлагал его, даже не понимали, что могут стать знаменитыми, просто купив журнал у Сартра. Многие проходили мимо по своим делам, в то время, как Сартр с одним из своих учеников продавал эти журналы. Томас Абрахам не был в истории развития человеческой мысли, в истории философии и даже в истории литературы человек, который был бы также известен. Сартра знали во всех уголках мира. Он был очень категоричен и придерживался достаточно жестких позиций. Но если хорошо разобраться, вчитавшись в его произведения, можно сделать вывод, что на самом деле Сартр был очень одинок. даже когда стал известен. С немногочисленными собеседниками он держался просто и очень скромно. В 1973-м Сартр потерял зрение и больше не мог ни читать, ни писать. Он умер 15 апреля 1980-го года в Париже от отека легких. Карлос Бербелли. После смерти Сартра в Париже творилось нечто невообразимое, экстраординарное. Многие тысячи людей сплошным потоком шли на кладбище, чтобы в последний раз выразить свое уважение. И эта толпа была настолько огромной, что Симона де Бувуар так и не смогла попасть на могилу человека, который был ее другом, и любовником. Фигура Жанна Поля Сартра и атеистический экзистенциализм, который он защищает в своих романах, пьесах и философских трудах, являются знаковыми для европейской культуры второй половины 20-го века. Размышляя о существовании одного конкретно взятого человека, Сартра сказал, человек есть его свобода, настойчиво призывая к индивидуальной ответственности и историческому обязательству. Главный продюсер Элизио Альварес Исполнительный продюсер Камила О'Донал Режиссер Мария Габриэла Гордон Сценарист Рикардо Альварес Операторы Диего Олмос Освальд Понце Композитор Эдгаро Акуньо Фильм, переведенный и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова